Глава региона Владимир Уйба записал видеообращение для жителей республики. Бурлон Данайортис, добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня утром провел заседание Республиканского оргкомитета Победа. Рассмотрели вопросы подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что последние два года мы праздновали, но праздновали заочно или дистанционно, как сейчас говорят. Надеемся, что в этом году все-таки будем праздновать, как обычно, по-человечески, с общением, с проведением шествия бессмертного полка. Я думаю, что все-таки этот год особенный, и нам точно совершенно нужно выйти и отпраздновать 9 мая, как положено. Ну и сегодня же мы дали старт ежегодному республиканскому благотворительному марафону «Мы наследники Великой Победы». Организует этот марафон Республиканский совет ветеранов. Деньги, которые собираются в результате этого марафона, тратятся на ветеранов, на их нужды. Это приобретение бытовой техники, мебели, оказание материальной помощи, все то, что крайне необходимо нашим ветеранам. И я в этот раз призвал всех снова участвовать обязательно в этом марафоне, сам лично приму участие, потому что, действительно, это не просто деньги. Это самое главное, что это внимание к нашим дорогим ветеранам. К сожалению, их у нас с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому, конечно, нужно окружить вниманием, добротой, любовью, заботой людей, которые пережили просто великие тяготы и тем самым подарили нам сегодняшнюю счастливую жизнь. Еще одна новость – это вопросы газификации. В этом году ПАО «Газпром» планирует завершить строительство газопроводов в пяти муниципалитетах республики. Три объекта – это для улучшения уже имеющихся систем газоснабжения. Это город Ухта, Ухтинский, Сосногорский и Троицко-Печорские районы. И два объекта газификации населенных пунктов – это Карткировский и Печорские районы. Газ будет доведен до поселков Сеткеркиш, это Сыктывкар, Лемью, Визябаш, села Доц и Карткирос. И котельная в поселке Каджиром – это уже Печорский район. Таким образом будет создана возможность для газификации 1807 домовладений и 7 котельных. Компания «Газпром» газораспределения Сыктывкар ведет активное строительство газопровода по направлению к селу Карткирос. Уже уложено более 10 километров газопровода из 54 километров. Строительство идет в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми на период 2021-2025 годы. Об этом проекте я уже рассказывал, и мы его подписали с руководителем «Газпрома» Миллером Алексеем Борисовичем. И действительно, это такой прорывной проект, ну и проект реализуется за счет средств ПАО «Газпром». Это почти 20 миллиардов рублей. И сразу хочу сказать, что завершение строительно-монтажных работ по этим населенным пунктам запланировано именно в четвертом квартале этого 2022 года. Ну и кроме того, в Республике продолжается догазификация уже газифицированных населенных пунктов. Отмечу, что газопроводы до границ земельных участков, где расположены индивидуальные жилые дома, проводятся для жителей бесплатно. Понятно, что это огромные средства, вот как раз эти 20 миллиардов, которые «Газпром» и вкладывает в газификацию нашей Республики. Ну и в планах догазификации включено 3064 домовладения в 46 населенных пунктах. Планируется обеспечить техническую возможность их подключения к газоснабжению до конца этого года. То есть на самом деле очень масштабная, большая работа. Ну и сейчас контролируем, как она ведется. По эпид-обстановке. За сутки мы сегодня серьезно снизились. У нас выявлено всего 192 случая. Вы помните, вчера было 316 случаев. Очень скромные цифры в Сыктывкаре, в Усинске, в Ухте 56, 25 и 15 случаев соответственно. Ну и в Усколомский район 13 случаев. Хотя, в общем, это тоже для муниципалитет достаточно все-таки еще высокие цифры. По занятым койкам мы также снижаемся. Это тоже очень отрадно. То есть заболевание протекает более легко, амбулаторно. В основном занято 799 койек. Развернуто более чем у нас достаточно. 1520 койек. Пока оставляем койки в резерве. Что хочется сказать по вакцинации. По вакцинации сейчас очень хороший период, когда идет снижение заболеваемости. И те люди, особенно люди после 60 лет или люди, имеющие большой перечень хронических заболеваний, могут сделать титр-антител с тем, чтобы понять, что если даже человек переболел, но это было более 6 месяцев назад, или вакцинировался, чтобы тоже было, допустим, более 6 месяцев назад, если титр-антител ниже 150 международных единиц по системе БАО, то нужно обязательно вакцинироваться. Потому что это не является защитой. И хотя сегодня циркуляция вируса не очень активная, но тем не менее при наличии, вот я повторяю, все-таки большого числа хронических заболеваний, заражение для человека все-таки опасно. Поэтому у нас все есть для того, чтобы провести вакцинацию или ревакцинацию. Поэтому, пожалуйста, приходите и проходите вакцинацию или ревакцинацию. На сегодняшний день у меня вся информация. Берегите себя, уважаемые жители республики. До следующей встречи.